МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире на Ультского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! На очередной еженедельной оперативке Радзий Хабиров огласил состав правительства Башкирии. В состав кабинета министров входит 14 министерств, 11 госкомитетов, 4 управления и одно агентство. Обязанности премьер-министра правительства Башкирии возложены на руководителя республики. Госкомитет по предпринимательству и туризму разделился на два комитета – Госкомитет по предпринимательству и Госкомитет по туризму. Министерство промышленности преобразовано в Министерство промышленности и энергетики. Также появились и новые госкомитеты. Госкомитет информатизации цифрового развития госуправления и Госкомитет по конкурентной политике. В состав руководства правительства входят 9 заместителей, в том числе два первых заместителя. В список руководителей кабинета министров Башкирии возглавляет Андрей Назаров. Его основной задачей будет координация работы правительства по достижению показателей национальных проектов и обеспечению выполнения целевых показателей социально-экономического развития республики до 2024 года. Затем темой обсуждения стала текущая ситуация по реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Урал Искандаров рассказал о том, как формируется новая схема по обращению с твердыми коммунальными отходами, включающая строительство объектов инфраструктуры, раздельный сбор отходов и создание условий для их вторичной переработки. Радий Хабиров поручил полностью решить вопрос установки мусорных контейнеров в муниципалитетах 1 сентября 2020 года. После этого в аппарате правительства рассматривался ход работы по внесению в единый государственный реестр недвижимости, границ, территориальных зон и населенных пунктов. Эта деятельность организована в рамках внедрения утвержденных правительством России целевых моделей упрощения процедур, ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. В Башкортостане к цифровому телевещанию подключено почти 25 тысяч домохозяйств. Это самый большой объем среди всех регионов страны. По поручению главы Башкортостана оказывается помощь малообеспеченным гражданам для перехода на цифровое вещание. На сегодня ею воспользовались более 7 тысяч граждан. Спутниковое оборудование установлено в 5 тысяч домохозяйствах. Компенсацию на приобретение цифровых приставок получили 2 тысячи человек. Помощь пожилым, маломобильным людям оказывают волонтеры. Исполнено более 35 тысяч заявок на подключение. Все устанавливаемые в республике светильники наружного освещения будут проходить лабораторную проверку качества. Об этом заявил вице-премьер министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Борис Беляев. После видеоселектора сразу же состоялось совещание при главе администрации муниципального района. На нем обсуждался вопрос о деятельности дорожных служб в зимний период. С докладами выступили начальник Янаульского ДРСУ филиала акционерного общества Башкир Автодор Ильшат Шакиров и директор общества с ограниченной ответственностью Янаула благоустройства Алмаз Файзолин. Овел совещание глава районной администрации Ильшат Вазигатов. Погода сегодня в Янауле стала еще более зимней. Работники сельского хозяйства готовятся к этому заранее. Заготавливают корма, готовят помещение ферм, переводят скотину в стойло. На одной из таких ферм побывала наша съемочная группа. В молочно-товарной ферме деревни Наркан хозяйство Аграем насчитывается свыше 100 дойных коров. И дуют этих коров, внимание, всего три доярки. Две основные и одна сменщица. Справляться с таким объемом работы помогают последние технологии сельского хозяйства. Они-то и облегчают труд доярок. А были времена, когда работала здесь всего лишь одна доярка – Татьяна Косфатова. И эти годы она вспоминает до сих пор. Я вышла замуж в 84-м году. В марте 85-го года я начала работать. Все работы я выполняла, кроме ассиминатора. Все работы. И уколы делала, и телят смотрела. Бычков не смотрела. Вот это я на откорме не работала. Вот эта группа, моя группа. Это муляк, это мультик. Там Пенский, это Гоша, там Петрушка, как и у людей. Подход надо иметь. А которые самые любимые? С чьей они любимые? Ни любимых нет. Нет, лет 9, наверное, 8, наверное, уже радио у нас. Все радио, радио, радио. Без радио никак не можем. Иногда новости слушаешь, иногда музыку слушаешь. А что слушаете по радио именно? Ю, Даш. Радио любят слушать здесь и работники, и хозяева фермы. Буренки как-то успокаиваются, становятся более послушными, признаются операторы машинного доения. Я с коровами два года только работаю. До этого бычками я работала. Там я вручную работала, все. Все сама вручную таскала. А здесь молокопровод, хорошо, легко тут. Надой у нас тонна 200 пока, тонна 250, 50 литров играет. Молоко мы сдаем, увозит от Муртия, поселок Ува. И в основном, как бы пополам, через раз берет молочный сект село Сандувач. Перерабатываем, пакетюруем и сдаем в Нистикамск. Принимает Нистикамск. Чистота идет первым сортом у нас. Не высший, но первым сортом пока Ува довольны. Вот с Ува приезжают, вот должны на днях все проверить. Они приезжают месяц раз, проверяют. Даже я встречался в Нистикамске, знакомая попалась. Вот говорит, у вас, это, говорит, ваше молоко? Я говорю, да, это наше. Мы, говорит, пьем, довольны, берем, пьем. У вас, говорит, это чистое вроде молоко. Ну, у нас, да, чистое молоко, чистое молоко идет у нас. Формим мы в основном вот этот, как мы уже сказали, пакет. Пакетом сено и сила. Вот три ингредиента вложим. Плюс через миксер пропускаем. Миксер вложим в патоку, соль, фураж. Вот и вот эта сила, сила, с пакет, сено. Через миксер все, вот, почти не остается у нас. А так, если на лошадях завозим, остается, миксер очень выгодный, мы думаем. Вот вчера у нас теленок родился искусственного осеменения. Вот как мы думаем, как нам, вот, не то что кажется, мы уже уверены. От искусственного осеменения мы думаем, лучше идет. Теленок идет деревея и как бы побольше. Покрупнее, да, покрупнее. Сотрудники Наркановской фермы – жители из разных деревей. Приезжают сюда из Ахтияла, Юссука, Максимова. Работают дружно и сложенно. Наверное, благодаря именно этому коллектив добивается хороших результатов. Особенно актуальным вопросом в настоящее время стало развитие общественных территорий городов. Янаул в следующем году планирует участвовать во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. О самом конкурсе, планах по изменению облика города, выбранных для преображения площадок на его территории, рассказала начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района Ирина Тазиддинова. Наш город как раз попадает в категорию малых городов и имеет все шансы, в общем-то, участвовать и победить. Что это дает? Это дает, конечно, дополнительное финансирование, которое придет из средств федерального бюджета, соответственно, будет софинансирование средств республиканского бюджета на то, чтобы реализовать вот этот проект. Все Янаул, наверное, слышали, видели в соцсетях, мы анонсировали мероприятие по проведению общественного голосования, по выбору такой территории. Были предложены несколько вариантов. Это территория привокзальной площади, территория елочной площади, рыночной, территория нового музея. А также была альтернатива выбрать иную какую-то территорию, предложить жителям под развитие, под такое благоустройство, под новое. Ну и, в общем-то, рейтинг, он показал, что действительно выбранные первые три территории – это наиболее актуальные, наверное, наиболее интересные, наиболее востребованные для Янаулца в плане развития. Вот с этими территориями мы как раз и постараемся выйти на вот этот конкурс. Надо сказать, что большую помощь в участии в конкурсе, начиная с этого года, оказывает администрация главы республики, в частности, советник главы республики, который занимается конкретно вот этими вопросами по развитию городов. Это Сарапулова Ольга Владимировна, по инициативе которой были приглашены эксперты, в том числе эксперты, которые уже проходили, со своими проектами помогали другим городам, в частности, городам, например, республики Татарстан, выиграть вот в этом конкурсе. За Янаулом была закреплена проектная группа 8, это так называемая вот так как раз группа вот таких вот проектировщиков, архитекторов, экономистов, городостроителей, как их еще назвать, может быть, вот урбанистов, да, которые, приходя на территорию, приходя в города, изучают город не просто как здесь нужно постелить асфальт, а здесь нужно, значит, вот разбить газон, а оценивают в комплексе эту территорию, то есть полностью делают оценку, анализ, кто пользуется этой территорией, сколько трафик по этим территориям, по этим общественным территориям местного населения, зачем сюда приходят люди, какой возрастной категории люди здесь пользуются этими территориями и так далее, то есть вопрос решается в комплексе. Вот на следующей неделе по результатам вот этого рейтингового голосования, они как раз, которые мы проходили, общественного голосования, вернее, состоится большая встреча, анонс о встрече будет, да, в средствах массовой информации, мы приглашаем всех заинтересованных, всех заинтересованных лиц, активных горожан принять участие в этом мероприятии, что оно будет из себя представлять. Вот как раз вот эти ребята, проектной группы 8, как основные разработчики концепции теперь для того, чтобы мы вышли на конкурс, они, значит, за круглыми столами вместе с нами будут обсуждать, а что же на этих территориях нужно, чтобы услышать мнение каждого, вот, каждого представителя разных сообществ, разных возрастных групп. Я думаю, что мероприятие такой, формат, он может быть новый, так скажем, для городов, но достаточно интересный, и я думаю, что очень много интересных идей может возникнуть, которые будут подхвачены вот этими генопланистами, проектировщиками, и мы получим что-то новое, именно такой, получается, перезагрузку наших существующих территорий. Еще раз хочу сказать, почему именно вот эти территории были предложены. Во-первых, для участия во Всероссийском конкурсе очень важно софинансирование различных структур, коммерческих структур, каких-то предприятий, организаций. В связи с тем, что в следующем году силами ОРЖД планируется реконструкция моста через железную дорогу, об этом тоже очень много уже в средствах информации говорилось, рассказывалось. Но именно вот эти проекты дорогостоящие, мы можем как бы включить вот в этот проект и комплексно подойти к решению вопроса благоустройства этих территорий. Они в любом случае будут под особым контролем и вниманием органов местного самоуправления и предприятий, которые отвечают за благоустройство руководителей организаций, которые находятся на этих территориях, коммерческих в том числе, каких-то, там, кто-то, той же железной дороги. Ну, просто для того, чтобы это можно было сделать быстро, красиво, комфортно, удобно для населения, конечно, нужны достаточно, ну, огромные, так скажем, финансовые вливания. И еще раз подчеркну, что активность наша, местного населения, она тоже является одной из категорий, которая будет оцениваться при выборе того или иного города как победителя конкурса. Вот в нашем опросе участвовало более 1400 человек. Это отрадный факт, что я на улице активны, что они неравнодушны, что они участвовали. И вот от того тоже, сколько человек придет вот на наше, вот это вот общегородское мероприятие, которое пройдет 5-6 ноября в городе, от того, как мы его проведем, тоже будет произведена, ну, оценка, так скажем, активности и необходимости в Москве реализации этого проекта для какого-то маленького города Янаул в республике Башкортостан. Вот мы сейчас проводим вот это общегородское мероприятие, то есть даем некий вектор, ориентир для того, чтобы проектировщики наполнили свои предложения еще предложениями нашим, местного населения. К февралю месяцу должна возникнуть концепция, и с этой концепцией уже в марте месяца мы должны быть представлены в Москве на этом всероссийском конкурсе. В творческом клубе «Золотые руки» при Центре социального обслуживания населения Альтаир прошло последнее занятие кружка поделки из фоамирана. Итог занятий – большие красивые розы-светильники, изготовленные руками женщин, посещающих кружок. Всего их 17 человек. Данный проект создан для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Счастливые и довольные женщины с радостью спешат сюда каждую среду. Педагог дополнительного образования Оксана Хусаенова проводила занятия раз в неделю в течение двух месяцев. Участницы клуба поблагодарили ее за те навыки и умения, которыми она поделилась с ними и выразили надежду на дальнейшую работу в клубе. Ведь следующим этапом будут другие кружки по декоративно-прикладному творчеству. Проект продлится до конца мая 2020 года. В рамках реализации проекта «Золотые руки» выигранного в конкурсе президентских грантов Российской Федерации проводится реализация проекта с целью создания творческого клуба «Золотые руки» для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня у нас проводилось последнее занятие первого этапа – это поделки из фоамирана. Ну а следующий этап у нас начинается уже с ноября месяца. Это второй кружок, это будет проводиться дизайн-студия. Также у нас продолжает работать с ними педагог дополнительного образования Дома пионеров и школьников Лилия Федаевна. Дизайн-студия у нас проводится в ноябрь-декабрь месяц. Дальше у нас после Нового года планируется «Алмазная вышивка», занятия посвящены где-то в течение двух месяцев. И последним заключительным этапом у нас уже будет скрапбукинг. Мы очень рады, что наши старшие поколения активно участвуют, активно вовлекаются в весь этот процесс. И я думаю, что в дальнейшем, в будущем, в ближайшем, мы можем еще раз также участвовать именно с такими проектами. Потому что мы видим интересы большие, большой интерес. Праздничный утренник прошел для воспитанников подготовительной группы в детском саду номер 15. Он был посвящен творчеству писателя Мустая Карима. Утро для детей начиналось волнительно. Они готовились к этому событию несколько недель. Разучивали стихотворения, репетировали постановки, готовились выступать перед гостями. Сегодняшнее мероприятие в нашем детском саду посвящено 100-летию народного башкирского поэта, писателя-драматурга Мустая Карима. В этом году был запланирован цикл мероприятий, посвященный 100-летию республики Башкортостан. И это мероприятие одно из них. Его целью мы поставили для себя познакомить детей с творчеством нашего поэта. Ведь он для нас все. Как Пушкин для России, так и Мустая Карима для Башкортостана. Празднование, векового юбилея самого знаменитого башкирского писателя, проходило по всей территории республики. В связи с большой значимостью события, подготовки, мероприятия, организаторы подошли основательно. Программа оказалась насыщенной и разнообразной. Дети узнали интересные факты из биографии писателя, о том, как проходил его жизненный путь. Творчество поэта было рассмотрено с разных сторон. Но особое внимание можно уделить театрализованной постановке по мотивам рассказа Мустая Карима «Березовом лесу». Дети смогли проявить в нем свои актерские способности. Также на мероприятие был приглашен ансамбль «Звездочка», который выступил с башкирским танцем. Мне очень нравится танец, и мне очень нравится наша руководительница, то, что она придумала такой танец хороший, башкирский, костюмы очень красивые. Шили мы их сами. Спасибо 15-му садику, что он нас позвал выступать. На стоятие Мустая Карима мы поставили сценку в «Березовом лесу». Я была эфирей. Мне понравилось сегодня выступать. Мероприятие прошло в теплой и душевной атмосфере. После выступления гости поблагодарили участников и организаторов за подаренные им эмоции. Дню комсомола исполнился 101 год, 29 октября. В советское время это была самая мощная организация в стране. Российский Коммунистический Союз молодежи, то есть комсомол, имел огромное влияние на все сферы жизни – экономику, промышленность, науку, культуру и спорт. Комсомольцы внесли неоценимый вклад как во время Второй мировой войны, так и после восстанавливая страну от разрушений. Традиционно в день рождения комсомола награждали лучших представителей Союза дипломами, нагрудными значками и денежным вознаграждением. В наше время этот праздник отмечают уже не с таким размахом. Старшее поколение еще с радостью вспоминает о временах комсомола. Однако молодежь в основном уже мало что знает о комсомольцах. Я очень довольна, что там была, честно сказать. Какая-то активная была жизнь и то, что сейчас. Желательно бы, чтобы восстановился он. Раньше было, конечно, комсомол дремел, а сейчас он нет. Раньше комсомольские субботники были дружные, коллективные, с песнями, а сейчас нет. Ну, комсомолы были, 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 но когда-то уже забыли, когда уже. Возносы платили вовремя, потешка была, все нормально было, про коммунисты, коммунисты комсомолы когда были. Он в основном отмечался во времена СССР, на данный момент уже как бы он не актуален. Возможно, еще взрослые поколения его отмечают, но молодежь вряд ли. В 87-го года рождения, совсем не попал в те времена, когда был пионериком, комсомол, ничего не могу сказать. В нашем вечернем эфире ноября смотрите первую часть концерта, который дали в Нинауле участники благотворительного фонда «Содействие развитию талантов и профессионального мастерства молодежи Владимира Спивакова в Республике Башкортостан». Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.